В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день мая с погоды. В Черкесии кратковременные дощи гроза. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 11-13, а днем 21-23 градусов тепла. Рассула Гамзатова Сегодня Маляка гость нашей студии. С ней встретилась моя соведущая Белла Джазаева. Доброе утро всем. Доброе утро, Маляка. Я благодарю тебя за то, что ты нашла время и пришла сегодня к нам в гости. Маляка, я знаю, что совсем недавно у нас в республике было мероприятие, где ты читала стихотворение, посвященное маме Рассула Гамзатова. А мы все знаем, что этот год Рассула Гамзатова. Он посвящен его столетию. Вот я хотела у тебя спросить, почему именно это стихотворение? Расскажи. Потому что он так любит свою маму. Его в стихотворениях почти все в земле он сравнивает с мамой. Его стихотворение некоторых доводит до слез. И на тебя оно произвело впечатление. Наверное, ты тоже очень любишь свою мамочку, да? Да. Я знаю, что ты учишься в музыкальной школе. Я знаю, что ты поешь. Вот ты великолепно читаешь стихотворение. А каким ты видишь свое будущее? Кем ты хочешь быть? Я пока что не определилась. Ну, скорее всего, то, что... То, что, скорее всего, буду модельером или что-то там еще... Дизайнером? Да. Ну, будешь что-то шить, придумывать. Так? Ну, конечно, я хочу тебя попросить, чтобы ты исполнила это стихотворение, которое называется «Мама». Я знаю, что все, кто был на этом мероприятии, они были восхищены тем, как ты его читаешь. Прочитай для наших зрителей тоже, пожалуйста. Хорошо. Расул Гамзатов «Мама». По-русски «Мама», по-грузински «Нана», а по-аварски «Ласкова Баба». Из тысяч слов земли и океана у этого особая судьба. Став первым словом вгодно школыбельный, оно порой входило в дымный круг. И на устах солдата в час смертельный последним словом становилось вдруг. На это слово не ложатся тени. И в тишине, наверное, потому слова другие, преклонив колени, желают исповедаться ему. Родник, услугу оказав кувшину, лепечет это слово от того, что вспоминает горную вершину. Что ж, это было просто великолепно. Я благодарю тебя за участие в нашей программе. И, конечно, я желаю тебе дальнейших творческих успехов. Спасибо тебе. Новый информационный день продолжает свое обещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на Ногайском языке. Затем также программы Ногайской редакции. В 14.30 «Вести» Крачаева-Черкесия с Аллой Динаевой. Всем удачной рабочей недели, хорошего дня и встретимся завтра. Субтитры подогнал «Симон»